Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи продлино штормовое предупреждение. В домах пройдут проверки электрофроводки. Курорт готовится к зиме, как именно обсудили на планерке главы города. 131 сочинская семья Новый год встретит в новых квартирах. Дом на Вишневой почти готов, в этом убедился глава города. В Сочи прошли съемки немецкого мюзикла. В нем принял участие городской симфонический оркестр. Создать в администрации края управление по миграционной политике. Такое поручение сегодня на заседании регионального совета безопасности дал губернатор. Вне Мин Кондратьев рассказал, что новая структура должна обеспечить межведомственное взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией. С начала года на Кубани выявлено больше 20,5 тысяч случаев нарушения законодательства иностранными гражданами, приехавшими в Россию. Глава региона также потребовал усилить контроль и над недобросовестными работодателями. Нужно жестко действовать и пресекать нахождение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их, в первую очередь, жестко накажем, жестко, тогда, я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Проблема, в первую очередь, в работодателях, которые предоставляют работу нелегальным мигрантам и в тех, кто за ними стоит. Венимин Кондратьев попросил руководство главного управления внутренних дел по краю усилить контроль над каналами нелегальной миграции. За год количество проверок в ведомстве снизилось почти на треть. Изменившаяся погода на побережье и приближение зимы стали основными темами планерного совещания в мэрии. Глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал от всех служб быть готовыми к решению любой чрезвычайной ситуации. В последнее время погода на побережье преподносит немало коварных сюрпризов. Поэтому во время сильных дождей людям, проживающим вблизи рек, необходимо быть готовыми к эвакуации. Глава города требует в период ливни постоянно мониторить ситуацию и в случае необходимости оказать людям помощь. Коммунальным службам дано поручение постоянно чистить ливневки. Из-за большого листопада они могут быстро забиваться. В ближайшие сутки ожидается усиление ветра, шторм на море 4 балла, возможно формирование смерчей над морем. Спасатели просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествия нужно звонить с мобильных телефонов по номеру 112. У нас сейчас уже на круглосуточном дежурстве находится штаб оперативный, который в случае необходимости может принимать соответствующие решения. Силы и средства у нас находятся в повышенной готовности. А тем временем через три дня уже зима, 1 декабря, и по прогнозу синоптикам зима на побережье будет холодной. А это значит может выпасть большое количество снега. Уже сейчас заключаются договоры с организациями, которые в период снегопада будут расчищать улицы курорта. Предусмотреть нужно все случаи. Поэтому я и говорю, заключайте еще суд подряды, заставьте заключить суд подряды в ДРСУ, которая имеет технику, которая нам поможет. Нам всего-то 2-3 дня надо всего. Мы этому уделяем особое внимание. Я поэтому и требую, чтобы на следующей планерке доложили мне о том, что у нас все теперь проверено на любой случай. Если не будет, много снега будет и не будет вправляться подрядчик, то суд подрядчик ДРСУ поможет. Впереди новогодние праздники, а значит в продаже появится пиротехническая продукция, которая требует тщательной проверки. Более того, именно в отопительный сезон, по словам сотрудников пожарной службы, необходимо профилактические мероприятия социально незащищенной группой граждан. С начала года в Сочи произошло 192 пожара, в которых погибло 23 человека, в том числе один ребенок. 30 человек получили травмы, среди них 5 детей. Основными причинами пожара являются нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, неосторожное обращение с огнем, курение в помещениях, применение легко исполняющейся жидкости для разведения костров, в том числе печей, нарушение эксплуатации печного отопления. Глава города дал поручение Управлению социальной политики провести совместно со специалистами Кубань «Энерго» и Госпожнадзора «Рейде». Там, где срочно необходимо заменить электропроводку, это необходимо сделать. Автомобильные дороги также должны быть подготовлены к зимнему содержанию. Утвержден список ответственных лиц, техники, запасы материалов и количество дорожных рабочих, закрепленных как в горных районах, так и в прибрежном кластере. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». 131 сочинская семья Новый год встретит в новых квартирах. До конца года в городе будет реализована программа переселения из ветхого аварийного жилья. Дом для новоселов готов на 90%. Вход строительных работ на улице Вишневой в очередной раз проинспектировал глава города Сочи. Среди счастливчиков, которые переедут на Вишневую, Ольга Богданова. В бараке на Гагарина она прожила 60 лет. Сегодня в ее, хоть и родном, но непригодном для проживания доме проваливается пол, потолок в аварийном состоянии, проблемы с теплом. Зимой температура воздуха в комнатах не поднимается выше 14 градусов. Я родилась в такой семье, где нас учили иметь не только чистые мысли, но и чистоту жилища, в котором ты живешь. Поэтому мы старались поддерживать, насколько это возможно. Три года назад мы ремонт взяли, потому что не знали, когда будет возможность у нашего города выдать нам что-то взамен. Поэтому сделали ремонт. Ну, слава Богу, нас надежда никогда не покидала. Свою новую квартиру Ольга не просто видела, но уже и распланировала каждый уголок. Радостью поделилась с мэром, который оказался ее первым гостем. Спасибо. Хорошие условия будут. Условия просто замечательные. Мы не так хорошо или плохо, но каждый год по 100-100. Огромная, огромная благодарность городу. Переселяем, конечно. И вам. Новый год переселенцы должны отметить в новых квартирах. Такую задачу перед застройщиком поставил глава города и отметил, что контроль за ходом строительных работ с сегодняшнего дня усилится. 90% работы не завершены. Сейчас идут отделочные работы. По дорожной карте мы должны через две недели здесь увидеть ситуацию, когда уже практически стопроцентная готовность. В доме мы приобретаем квартиры под федеральную программу переселения из ветхого аварийного фонда, 117 квартир. И по городской программе также переселяем дополнительно людей с Инжирной и с Перелетной, из Амеретинки. То есть задачи большие. Я очень рад тому, что мы каждый год 100 с лишних семей из ветхого фонда у нас переселяются. Этот год 131 семья будет переселена. Это тоже здорово. И к Новому году у этих людей будет новогодний подарок. Возможность переселить жителей аварийных домов у властей города появилась благодаря социально ответственному бизнесу. На этот раз участие в реализации программы переселения принял застройщик Шамиль Нунаев. Он и выделил для переселенцев 131 квартиру в доме на Вишневой. Как только закончится строительство, мэрия выкупит у него квартиры, причем по цене в два раза меньше рыночной. В целом в эту новостройку переедут жители Бараков с улиц Гагарина, Инжирной, Воровского, Рос, Перелетной, Новороссийского шоссе и переулка Севастопольского. Проблема с канализованием в доме уже решена. Застройщик провел 750 метров труб. Этого хватает не только для самого дома, но и для жителей соседних зданий. Сейчас в высотке приступают к установке лифтов, подключают коммуникации. Началось строительство парковки. Необходимо застройщику обустроить и придомовую территорию. И в первую очередь по требованию мэра здесь должна быть детская площадка. Все необходимое оборудование предприниматель уже закупил. До конца года у нас официальная сдача этого дома. Но мы постараемся на пару недель раньше это сделать, потому что администрации еще предстоит передать, чтобы выполнить программу, передать людям эти квартиры. В планах у нас построить сейчас, в этом году, вот в конце, начало года мы ждем разрешения на строительство. Это детский сад. Мы планируем передать его городу. Тоже чувствуем своим долгом, что есть возможность, почему не помочь. Нунаев известен в городе как добросовестный застройщик. На его счету строительство и ремонт социальных объектов, предоставление квартир для чернобыльцев, ветеранов и сирот. А теперь еще и помощь в решении проблем обманутых дольщиков. В этом году застройщик взялся достроить в том числе проблемные вантовские объекты в переулках Теневом и Трунова. Инга Гавешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи в первой пятерке городов России с самым высоким качеством жизни. Такие выводы сделали эксперты финансового университета при правительстве России. На первом месте рейтинга оказалась Тюмень. На втором – Грозный. Москва замыкает тройку лидеров. Затем идут Казань и Сочи. При составлении рейтинга учитывались качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. А еще работа городских властей, оценка населения удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода. В основу рейтинга легли результаты социсследований в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Вывести борьбу с онкозаболеваниями на новый уровень в Краснодаре обсудили и возможность строительства в регионе Центра ядерной медицины. О планах и сотрудничестве говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров компании Мединвестгрупп Виктор Харитонин. Он рассказал, что у холдинга есть опыт в создании онкоцентров, радиохирургии и лучевой терапии. В России уже работают 11 частных комплексов по высокочастотной диагностике и лечению рака. Нужно, конечно, сегодня обсуждать, и не просто обсуждать, а еще раз подчеркиваю, прийти к решению, что подобный центр, современный центр радиохирургии и лучевой терапии появился в нашем крае. Он должен дать надежду и выздоровление тем, кто, может быть, эту надежду уже потерял, онкологически больным. Вернуть веру в то, что медицина может продлить жизнь. Мы сегодня в крае предусмотрели 50 гектаров земли в городе Краснодаре для создания такого современнейшего медицинского кластера. И наша принципиальная задача, чтобы на этих 50 гектаров разместились самые современнейшие лечебные учреждения. Поэтому здесь, в первую очередь, я и коллег призываю к очень серьезному отбору, в том числе и по параметрам, которые вы предлагаете для вашего центра. Понятно, что это полномасштабный центр ядерной медицины. Но я хотел бы, чтобы на самом деле у нас был лучший из лучших центров онкологических ядерной медицины. Мы видим, какой есть бурный рост именно в этих услугах и какой эффект они дают в части качества жизни, продолжительности жизни. Безусловно, это все статистически подтверждается. Мне Мин Кондратьев поручил профильным министерствам детально изучить предлагаемый проект. Кроме этого, губернатор напомнил, что в Краснодаре уже принято решение о строительстве нового краевого онкологического центра и расширении действующего. Для Кубани это актуальное направление, так как в регионе ежегодно выявляется 23 тысячи онкобольных. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 28 ноября в Сочи переменная облачная с временами дождь, температура воздуха ночью плюс 11-13, днём 15-17 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом, команда профессионалов, которой стоит доверять. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты», брендовые часы, Швейцария, Япония, Россия, изящные женские, классические, мужские, топовые, молодёжные, центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис, опыт, технологии, но самое главное – мастерство. Часовой салон-магазин «Куранты» – штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждём вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2-й этаж, 8-918-3243. Память Николая Кондратенко почтили в станице Пластуновской. Экс-губернатора Кубани не стало 5 лет назад. На его малую родину приехали близкие, друзья и бывшие коллеги. Цветы к могиле политика возложили глава региона Венемин Кондратев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Кубанцы запомнили Николая Кондратенко как грамотного руководителя и патриота своего края. В народе его по-свойски называли «батькой». И именно Николай Игнатович был первым удостоен медали «Герой труда Кубани». О человеке эпохи расскажут наши краснодарские коллеги. Это поистине исторические кадры. Январь 97-го. Инаугурация губернатора Николая Кондратенко. В должность новой главы администрации вступает на сессии законодательного собрания. Как человек православный Николай Игнатович принимает присягу не только на уставе края, но и на Евангелии. Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы администрации, оберегать, защищать интересы жителей края. Январь 97-го. Это он и не член Совета Федерации Владимир Бикетов. С Кондратенко они были знакомы еще задолго до того, как тот возглавил край. Его уступления за трибуной всегда были дерзкие и хлесткие. Многие ушли на цитаты. Работать с ним было, прямо скажем, непросто, потому что у него много было идей, много ставил задач, требовал решения, контролировал. Не скупился на добрые слова, но и не задерживал и с критикой. Он очень много передвигался по территории Краснодарского края, встречался с людьми. Но здесь тоже нужно сказать, что он не просто гладил по головке, вытирал слезы, но мог и выслушать людей, и в то же время задать вопрос, а почему вы дошли до такой жизни. Николай Кондратенко занял пост губернатора в непростое для края время. Колхозы и совхозы разрушались, а предприятия обанкротились. Кубань была на грани утраты продовольственной безопасности. Хозяйство за мизерную цену продавали сырье, нанося ущерб экономике края. Тогда Кондратенко принял, казалось бы, непопулярные меры, ввел ограничения на вывоз кубанских продуктов и зерна в другие регионы. Как говорил сам Николай Игнатович, он делал все, чтобы не дать последнее распылить по ветру. Экспортировать подсолнечник и патоку можно было только при наличии разрешения руководства региона. В СМИ эту меру прозвали «битвой за хлеб». Кубанцы надеялись на Николая Кондратенко и относились к нему как к отцу. В народе его даже прозвали «батька». Он всегда чувствовал себя ответственным за жителей края, говорит Вера Глушко. В то время она была заместителем Николая Игнатовича. Для него не было чужих проблем, переживаний и чаяния народа. Он воспринимал как свои. Он очень внимательный был как руководитель к обращениям людей. Чаще всего мне приходилось с ним оставаться, заниматься разбором этих обращений. Их было очень много. Но он старался каждое обращение перечитать. И всякий раз сам накладывал резолюцию конкретному исполнителю. И сам конкретно контролировал исполнение его поручения. Его простые люди помнят. Вспоминают его общение с ними. И его называли «батькой», потому что он действительно по-отечески относился к каждому человеку. Будучи известным политическим деятелем, Николай Кондратенко часто бывал в командировках. Но несмотря на многочисленные разъезды, его всегда тянуло домой. На свою малую родину, в станицу Пластуновскую. И каждый раз после тяжелого рабочего дня он находил покой в кругу семьи, жены, детей и внуков. Как любые дети, как сыновья, мы его любили. Любили как самого дорогого человека на свете. Эти пять лет были тяжелые для нас, для семьи, для детей, для мамы. И чем больше проходит времени, тем четче и отчетливо вспоминаешь его мысли, его высказывания на любую тему. Ну, прежде всего, как надо любить свою землю. Эта боль, она постоянная, она не утихает, она, вы знаете, как золой присыпанная. Особенно ощущаешь, вот смотришь, когда фильмы, когда песни нашего времени. Это вот, это невозможно, вот поднимается все в душе. Это смотрелось вместе, это чувствовалось вместе. Николай Кондратенко не стало пять лет назад, но его друзья и коллеги всегда вспоминают о нем, как об истинном патриоте Кубани, человека труда. Он прошел путь от простого сельского работника до яркого политика. Он сохранил село. А сохранив село, по большому счету, он сохранил Кубань. И действительно, мы наследство от него получили не разглабленную, а живущую Кубань. В далеком 2013-м уход батьки жители региона восприняли как личную трагедию. Каждый год в станицу Пластуновскую на его малую родину приезжают родственники, коллеги и просто те, кто с ним был лично знаком. И даже те, кто знает о Кондратенко из учебников истории. Отдать дань памяти и возложить цветы к могиле приехал глава региона Вениамин Кондратев. С экс-губернатором он был знаком лично. Можно по-разному относиться к его способам и методам. Но то, что он безгранично любил свою землю, он искренне верил в то, что он делает для своего народа, для своего края, для страны и приносит ему благо, вот в этом спорить нельзя. Это патриот с большой буквы. И он делал все, чтобы сохранить землю, сохранить народ кубанский, чтобы он был сытым, чтобы он был счастливым. До последнего дыхания делал. Невзирая на определенное и сильное сопротивление, потому что когда он был губернатором, непростые, далеко не простые годы были и для нашего края, и для всей страны. Но он смог. Смог сохранить и придать нам неразграбленную и богатую Кубань. Прошло пять лет, а память о батьке жива. А Николай Кондратенко пишет книги, ему посвящает стихи, его именем называет улицы. За короткое время своего правления он сумел возродить экономику региона и навсегда остаться в сердцах жителей Кубани. На границе с Абхазией зафиксирован мандариновый бум. Сочинские таможенники оформляют в сутки до 350 тонн мандаринов. Ежедневно через границу проходит до 100 грузовых автомобилей с фруктами из Абхазии. Пик сезона ожидается в середине декабря. Спрос на мандарины в преддверии нового года возрастает. В это время поступает до 700 тонн оранжевого груза в сутки. Таможня напоминает, до 31 декабря беспошлино можно ввести товары для личного пользования на сумму не более полутора тысяч евро и весом не более 50 килограммов. А вот с 1 января вступают в действие новые нормы. Это уже эквивалент 500 евро и весом до 25 килограммов. В случае превышения потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. В Сочи прошли съемки немецкого мюзиклади Дойче Лида. В нем принял участие сочинский симфонический оркестр. Реализация проекта с шестилетней историей была настолько стремительной, что о записи музыканты узнали только накануне. Продолжит Татьяна Говоркова. Работа над проектом «Немецкие песни» ведется на протяжении шести лет и только в этом году дошел до стадии реализации. Решение о съемках мюзикла в Сочи было принято несколько месяцев назад после знакомства главного организатора с записями концертов Сочинского симфонического оркестра. Вот только когда точно состоятся съемки, стало известно накануне. Вчера только впервые увидели ноты, честно говоря. Сегодня, тем не менее, вчера на репетиции наши друзья были, мне кажется, довольны результатом. Посмотрим, что будет сейчас. Нам с 10 до часа надо успеть все записать. Мюзикл написан на основе самых известных немецких песен. Авторы партитур, художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко и организатор проекта, известный рок-музыкант Восточной Германии Луцфарен Крок Петерсон. Они решили создать некий симбиоз симфонической музыки, мюзикла, рок и поп-музыки. Мы очень рады, что съемки проходят в Сочи. У вас прекрасный театр и замечательный оркестр. Такой динамичный и современный. Таких в мире очень мало. Уверен, у нас получится отличный мюзикл, который увидят в каждой стране. Тексты к новым песням написал немецкий поэт Норберт Хаммершмидт, а исполняют их солисты из Германии и Китая. Уже через три недели мюзикл выйдет на трех немецких телеканалах и появится в интернете. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась персональная выставка Бронислава Сташевского. Это совместный проект двух городских музеев. Музей Николая Островского и музей истории Адлерского района объединились, чтобы организовать эту выставку. Член Союза художников СССР Бронислав Сташевский родился в Польше в 1910 году. В начале Великой Отечественной ушел добровольцем на фронт. После войны вместе с женой много лет жил в Донецке, Средней Азии, Донбассе, Сибири. В 1968 году Сташевские приобрели маленький дом в селе Аибга, куда приезжали на лето. И с тех пор главной темой картин стал Кавказ и природа при Черноморье. Зрители волнуют знакомые пейзажи, созданные Сташевским в разные годы его жизни. Среди работ есть и натюрморты, и портреты. Художник подарил коллекцию своих работ Музею истории Адлера. Нынешняя выставка в Музее Островского организована для того, чтобы напомнить молодым сочинцам о выдающихся жителях курорта. Актер театра и кино, клоун и импровизатор Алексей Климак провел в Сочи мастер-класс. Занятие прошло в Центре дополнительного образования детей СИП. Участниками практикума стали педагоги и воспитанники студии творческого развития оперения Сочи. Мастер-классы и тренинги под руководством известных артистов и ярких педагогов – часть образовательного процесса. Неделю назад занятия в этой студии проводил педагог МХАТа Михаил Милькис. Теперь «Новые горизонты» ребятам открывает резидент снежного шоу Вячеслава Полунина, актер театра и кино Андрей Климак. Гуру клоунады хочет добиться от воспитанников особой пластики и тонкого актерского мастерства. Я многих видел уже в Перми на фестивале. То есть я ехал, уже знал примерно, какое будет тесто, из чего уже лепить. Ребята очень замечательные. И я думаю, профессионалы меня поймут, что всегда приятно работать с людьми, которые чего-то хотят. То есть они к чему-то стремятся, и это видно, это чувствуется. И, конечно, процесс совершенно другой. За три года с момента основания студии ее воспитанники отличились на многих российских и международных фестивалях искусства и конкурсах. В этом году они завоевали гран-при кинотаврика в номинации «Театр-мьюзикл». Общение и работа с настоящими профессионалами в своей области, отмечают ребята, их вдохновляет и приносит радость. Благодаря этим мастер-классам я чувствую себя намного свободнее в любом обществе. Мы узнаем новое об уличном театре и клоунаде. И это просто очень весело и просто незабываемо. Мастер-классы Климака, они очень красивые, красочные. Они веселые, он сам веселый, но при этом он, как и наши педагоги, он не дает нам расслабиться. То есть он всегда поддерживает дисциплину. На знакомство с клоунадой и освоение культуры уличного театра – неделя. А результатом плодотворной работы станет создание новой постановки для будущих побед. Татьяна Коваркова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, телеграммы в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok